Прежде чем приступить к основной теме, хочу напомнить, что у нас сегодня день замечательный, интересный, полный всяких событий. Но прежде всего это Татьянин день. Сегодня день рождения Владимира Высоцкого. Ему бы исполнилось... Мне 76 лет. Трудно представить Высоцкого, Высоцкого 76-летнего. А я, дорогие друзья, хочу Вам перед тем, в связи с тем, что... Не в связи с тем, а именно по этому поводу, вот просто похвастаться. У меня по жизни было много очень интересных встреч, в том числе и с Владимиром Высоцким. В 79-м году, буквально за год до его смерти, мы очень часто общались. Общались потому, что... Я Вам признаюсь... Вот Владимир Тихонович, не надо соврать. Соврать. Ну, что я где-то в 80-м году, они меня из обкома профсоюза работников культуры, где мы с ней работали, выглянули на общественную работу. Такая была организация, областная организация общества любителей книги. Ну, вроде это была активная аннуклатурная работа и так далее. Я очень не хотела, потому что мне очень нравилось работать с Володей. Владимир Тихонович, а по профсоюзу работников культуры у нас все театры были, филармония и так далее. Алла Пугачева у нас была, да, наша, обслуживалась, филармония пила. Это все, все помню. Вот, и вдруг, какое-то общество любителей книги. Ну, честно говоря, я не пожалела, я проработала там 13 лет. И помимо того, что действительно мы прямо книгой занимались, мне повезло, что я познакомилась с огромным количеством интересных людей. Будет, наверное, как-нибудь, ну, может быть, мы специально этой теме посвятим, потому что есть что рассказать. А сегодня я просто хочу сказать о Высоцком. В 79-м году вот буквально только я пришла работать. И там сразу мы пригласили, кто-то из наших девчонок, по-моему, Дублинский, Дублинский, они всегда впереди планеты всей, пригласили к себе выступать. То есть у нас выступали артисты всех жанров, всех жанров. Ну, начиная от Владимира Высоцкого, Михаила Задорнова, тогда еще помните, Александр Иванов был, т-т-т-т, артисты все там, Бурко Тараторкин, Карачев, и так далее, и так далее. Мы с ним числа. Но Высоцкий, это все. И поэтому он выступал во многих районах нашей области, но когда он выступал, а он ездил, он у меня один, а там целая бригада, Гордомаринов ездила, это, значит, Фарадах, Ленинский, Золотухин, кто там, еще там, пять человек. Нет, не отбило. Вот, и я всегда ездила с ними. Вот на что мне было хоть нет, но я с Высоцким я ездила. И поэтому вот со временем, и, честно говоря, думала, подумаешь, какой-то пустячок, а тут разговаривала с одним человеком, который написал книгу о Высоцком, и он так это трепетно все, где-то какой-то автор, где-то какое-то слово помнит о Высоцком. Думаю, боже мой, а у меня есть пластинка подарена Высоцком, и там написано. Уже выглядела со временем. Я вот вам покажу, вот тут написано Аллочке Высоцке. А был это... Вот написано Аллочке Высоцке. А был это Донатиново, и мы с ним беседовали на тему, кстати, может кто-то и не знает, что Владимир, ну, все нас знают, а вот что он написал всю музыку к Алисе «Стране чудес». Алиса «Стране чудес» — это самое замечательное, улыбка Чеширского кота, вот послушайте Высоцкого. Вот, и я вдруг поняла, что я обладаю такой большую ценностью. А, кстати, вот когда он умер, через год и полтора, когда создавался музей, мне звонили, говорили, вы общались с Высоцким, видимо, там по телефону книжки все проверяли, а у вас ничего не осталось? Я затаила. Говорю, ничего. Ничего не осталось. Ничего не осталось. В общем, горжусь, и я отдам. Они там уже набрались, только материал, и все, вот подумаешь. Можно так подумать, если бы я не сопроводила тем, что мы были знакомы, просто, ну, дежурный автограф, все суют, вот тут вот, подпиши, подпиши, подпиши. Итак, Владимир Высоцкий, 76 лет. И, кстати, я хочу сказать, одна из первых наших гостиных была посвящена ему, его юбилею. Это значит, и нам почти 6, да, за 6 лет. Я по поводу Татьяны, уже сил не было, я в интернете понадергала стихи по поводу Татьян. Татьяне на день не просто праздник, среди других он всех светлей. Имен на свете много разных, но именных немного дней. Еще такое мне нравится. Дочки, сестры, жены, мамы. Все заботы на потом. Если вас зовут Татьяны, поздравляем с вашим днем. Вот такое. Чего писать? В интернете все есть. Правда? Так что, милые Татьяны, еще поздравления. И наша Татьяна в честь вас начнет вечер и продолжит эту тему и споет песню. Танечка. Татьяну надо предоставлять? Не надо. Надо, потому что у нас оказалось много новых людей есть. Танечка у нас уже постоянная, так сказать, постоянная наша артистка. Она учительница, очень хорошая учительница. Она заслужена учительница. Она обладает гран-при города Москвы, комитета народного образования. У нее такие вот, такие шкалеры, как ее шкалер Романес, кто танцует. Вам так никогда не станцевать. И она часто нас украшает, наши гостиные украшают. Так что, давайте мы ее предпредствуем. Отпевайте, кто помнит песню. Мир не прост, совсем не прост. Нельзя в нем скрыться от буря, от гроз. Нельзя в нем скрыться от зимних юг. И от разлук, от горьких разлук. Но кроме бед, непрошенных бед, Есть в мире звезды и солнечный свет. Есть в доме одно и тепло огня. И у меня, есть и у меня. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, о чем тревоги и мечты. Это все, это все ты. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, что я зову своей судьбой. Связано, связано только с тобой. Мир не прост, совсем не прост. Но не боюсь я, не буря, не гроз. Не страшен холод, не страшен зной. Если со мной, ты рядом со мной. И не грусти, ты зря не грусти. Когда вдруг встанет беда на пути. С бедой я справлюсь в любой стране. Ведь у меня, есть и у меня. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, о чем тревоги и мечты. Это все, это все ты. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, что я зову своей судьбой. Связано, связано только с тобой. С бедой я справлюсь в любой стране. И все поем. И не грусти, ты зря не грусти. Когда вдруг встанет беда на пути. С бедой я справлюсь в любой стране. Ведь у меня, есть и у меня. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, о чем тревоги и мечты. Это все, это все ты. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, что я зову своей судьбой. Связано, связано только с тобой. Лишь с тобой, лишь с тобой, только с тобой. Лишь с тобой, лишь с тобой, только с тобой. Лишь с тобой, лишь с тобой. Главная тема, как вы знаете, старые забытые песни. Ну, это не вот типа, допустим, на теплоходе музыка играла, да? Ну, она старая, но такая, да? А вот такие, которые даже, может быть, кто-то и не помнит, и не знает совсем. Вот знаете, я недавно, вот Владимир Яковлевич, спасибо большое. У нас просто нет возможности. Он записал все передачи, гавани вот на такой диск. Да, и там, вот, мне такую возможность и показать, но я вам просто хочу сказать. Вот какие песни пели, какие песни пели, они несколько несовершенные. Может быть, там насчет рифмы, может, там насчет каких-то стихотворных образов. Они слабенькие, но они вышли из народа, их любили, пели. И именно такие песни я имела в виду, когда вот эту тему определяла. А может быть, я в том числе вам ее читать. А может быть, кто-то и вспомнит эту песню, может быть, нам споет. Смотрите, какие милые, чудесные слова из юности. Вот и снова весна, вот и снова весна, зацветут белым цветом сады. И запахнет приятно сиреню окна. Только жаль, что не встретимся мы. Кстати, это Александра Ильинична там ее поет. И она сказала, что эта песня тем, кто ушел от нас. И поет ее тот, кто потерял любимого. Теплый дождик пройдет, напьется земля. Побегут по дорогам ручьи. Только жаль, что ко мне ты уже не придешь. Никогда не подаришь цветы. И опять, как всегда, превратятся скворцы. Будет радуга, будет туман. И влюбленные парами будут шагать. Только нам не пройти никогда. Это ритмы такие наивные. И останется все, и останется все. Солнце, небо, луна, и земля. И сады, и цветы, и проливные дожди. Только жаль, что не будет тебя. Может, жизнь у нас коротка. И порой нелегка. В малосолнечных радостных дней. А земля хороша. И она так тепла. Расставаться не хочется с ней. Вот и снова весна. Вот и снова весна. Зацветут белым цветом сады. И запахнет приятно сиреню окна. Только жаль, не почувствуешь ты. Никто не вспомнил? Не вспомнили? Это встреча, можно говорить. Да, Александр Ильич? Что? Встреча. Я не знаю ее фамилию. Просто я так все время называю это. Александр Ильич, она такая маленькая, полная женщина. Очень в возрасте. Очень в возрасте. Но это я вам просто хочу сказать. Вот примерно вот такие песни. Вот. Так что, пожалуйста. Аня. Понимаем. Кто знает, слова проплывают. Слушайте. Слушайте. Если хватает, приглашаем всех в мальс. Однажды морем я плыла на подоходе, но погода чудная была, но вдруг начался шторм. Ай-яй, в глазах туман, с лица голова, Недва стою я на ногах, но я речь не переград. А капитан догадывал был, в каюту пригласил, Налил шампанского вокал и выпить предложил. Ай-яй, в глазах туман, дружит за голова, Недва стою я на ногах, но я речь не пьяна. Богом я выпила до дна, в каюте прилегла, И все, что с детства берегла, ему я отдала. Ай-яй, в глазах туман, дружит за голова, Недва стою я на ногах, но я речь не пьяна. А через год родился сын мостой волны Буян, И кто же в этом виноват, конечно, капитан. Ай-яй, в глазах туман, дружит за голова, Недва стою я на ногах, но я речь не пьяна. Танцуем все. Умейте жить, умейте быть, и все от жизни врать. Умейте жить, умейте быть, и все от жизни врать, Ведь все равно, когда-нибудь придется умирать. Ай-яй, в глазах туман, дружит за голова, Недва стою я на ногах, но я речь не пьяна. Ай-яй, в глазах туман, дружит за голова, Недва стою я на ногах, но я речь не пьяна. Вот это да, вы говорите.